Виктория добиралась с окраины в центр города полтора часа, но уж очень хотелось побыть ассистентом реставратора. Рабочее задание, как у всех, мытье и чистка скульптуры. Мне сегодня необходимо очистить клей с плитки, который застыл вот этим вот прибором, а после этого можно очистить кисточкой, и также, чтобы был уже более красивый цвет, видите, вот такой вот насыщенный, протираешь мокрой вот этой вот щеткой, и он уже становится, изменяется. Для финальной мойки и зачистки все средства хороши. И обычная губка для посуды, и щетки. Даже шуруповерты приспособили. Евгения Гончарова прошла все этапы восстановления рыбки и волны, и отмывала от граффити, и чистила, и восстанавливала утраченные фрагменты мозаики. Вот мы делали вот этот вот кусочек, делали вот здесь, и вот это вот выкладывали. Ну, было довольно-таки сложно, просто ехала немножко весь этот раствор, но Марина нас подправляла. Ну, теперь приходишь и говоришь, вот это сам себе, вот это я здесь восстанавливала, вот тут девочки восстанавливали. Ну, приятно видеть вот именно плоды своих трудов. Смотрите, вот этой части ее не было вообще. Вот мы видим, да, охра, цвет желтовато-охристый, вот. Он практически совпадает. В принципе, человек, который не знает, что нет тут куска, говорит, да так же и было все. Вот этот вот куска не было здесь, здесь, и вот ротика не было. Ну, вот этот вот кусок, он вставлен. Мозаики – это уже музейные экспонаты прямо на улицах. И хотя технически их можно выполнить и сегодня, повторить советских монументалистов невозможно. Так что задача – сохранить. За все время было, наверное, около двухсот человек. И, что важно, люди, придя один раз, они возвращаются, они приводят своих друзей. Мы планируем еще в следующую субботу, десятого числа, выйти и закончить все. И в конце у нас будет торт. Рыбкая волна заиграет всеми красками на солнце, когда ее покроют специальным защитным раствором. А потом дело дойдет и до благоустройства площадки. Галина Белоусова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.